Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Спасибо всем, кто пришел на мои лекции в Балтийских странах и Стокгольме. Я еду дальше. Впереди Прага, Варшава, Будапешт, Белград, Берлин, Париж, Лондон, Амстердам, Барселона, Лиссабон и Стамбул. Где-то билеты еще остались, а где-то уже нет. Точное расписание темы лекции в описании выпуска. Приходите, зовите друзей. А если вы не можете прийти на лекции, то подписывайтесь на Patreon, Boosty, закрытый телеграм-канал или подписку Либо-Либо Плюс в Apple подкастах, потому что там везде мы выложим записи этих лекций. А еще можно пройти мой онлайн-курс на Страдариуме про историю русской революции. Он начнется в апреле, все ссылки в описании. И у этого выпуска есть партнер, книжный сервис Bookmade, с которым мы в середине выпуска в специальной рубрике будем советовать вам книги. Летом 1898 года охранное отделение Российской империи проводит в Нинске массовые аресты. Полиция громит кружки социалистов, арестовывает членов еврейской партии Бунд. Арестованных переправляют в Москву, где их допрашивает лично начальник московского охранного отделения Сергей Зубатов. Сергей Зубатов – нестандартный чиновник. Его допросы даже сложно назвать допросами. Он хорошо разбирается в марксизме и социалистических течениях. Зубатов говорит, что профсоюзное движение и борьба рабочих за свои права – это правильно и очень хорошо. И полиция на стороне рабочих. Просто, дескать, мы не хотим революции. И даже не потому, что мы сами монархисты. А просто потому, что революция принесет множество бед самим рабочим. Он ведет с арестованными долгие задушевные беседы за чашкой чая, пытаясь их переубедить и переспорить. Через несколько месяцев активистов начинают потихоньку отпускать одного за одним. И они возвращаются в Минск и другие города западного края. Кто-то зол на Зубатова и еще глубже уходит в подполье. Кто-то прекращает оппозиционную деятельность, испугавшись или даже разочаровавшись в революции. А некоторых Зубатов смог переубедить настолько, что они вообще переходят на сторону полиции. И среди них молодая активистка-бунда Маня Вильбушевич. Ей около 20 лет. Она воодушевлена идеями Зубатова и в частных разговорах его защищает. В течение ближайших месяцев она начнет организовывать независимое профсоюзное движение. Независимое от революционеров, а не от власти. Вскоре она вообще станет одним из лидеров еврейской независимой рабочей партии. Она будет бороться с бывшими товарищами из Бунда, а эти бывшие товарищи будут гадать, как это так Зубатов смог так повлиять на Маню. Сама Маня в своих письмах Зубатову будет отзываться об этом туманно. Вы хорошо знаете, почему я пошла по этому пути. Связать вы меня не можете ничем. Конечно, ни мотивов, которые меня побудили, ни цели, которых я дождалась при этом, никто не узнает. Но, например, историк Анатолий Мучник пишет более определенно. Вильбушевич по-женски самым серьезнейшим образом увлеклась Зубатовым. А затем, не встретив желанного отклика от женатого мужчины, крайне критически настраивала себя, хотя деловое сотрудничество Вильбушевич с Зубатовым продолжалось. Так что же это было за деловое и неделовое сотрудничество еврейки-революционерки и начальника московского охранного отделения? Маня Вильбушевич родилась то ли в 1878, то ли в 79, то ли в 80 году в семье зажиточных евреев под Гродно. Ее дед был поставщиком русской армии, очень богатым человеком. Семья деда была нерелигиозной. Больше того, они всячески старались не быть евреями. Даже праздники в семье отмечались христианские. По одной из версий, эта ветвь рода вообще происходила от наполеоновского офицера, который влюбился в местную еврейку во время наполеоновских войн и остался тут жить. Отец Мани был единственным ребенком в этой семье, который решил не отказываться от своих корней. И прям принципиально, то есть наперекор родителям, стал соблюдать предписание иудаизма. Мать женила его по своему выбору. Ему купили землю в местечке Лососно неподалеку от Гродно. И отец Мани построил там мельницу. А еще он, ну опять же, в противоположность своим светским родителям, стал сторонником зарождающегося сионизма. Его родители стремились ассимилироваться. А отец не просто гордился тем, что он еврей. Он верил в то, что евреям надо создать свое собственное государство в Палестине. Ну, а если уж не создать, то, по крайней мере, надо возвращаться на землю предков. У Мани было девять сестер и братьев. Она родилась предпоследней. И только один из братьев в результате не переедет в Палестину. Одна из сестер, кстати говоря, во время обучения в Петербурге влюбится в христианина. И не в силах отказаться от своих еврейских принципов, совершит даже самоубийство. Правда, это произойдет еще до рождения Мани. Вот такая атмосфера в семье. В общем, Маня росла впечатлительной и религиозной девочкой, но самостоятельной. Отец был против того, чтобы она ходила в русскую гимназию, и Маня получила домашнее образование. И вот в возрасте около 17 лет Маня сбежала из дома в Лоц, в Польшу, и стала работать там грузчиком. Зачем? Чтобы познать, как живет простой народ, рабочий класс. Но полиция поймала ее, и поскольку у нее не было документов, ее прислали назад к семье. Мама настаивала, что Мане стоит пойти на медицинский, но Мане считала, что она хочет помогать людям по-другому. В результате она переехала в Минск и стала работать на фабрике брата. Очень скоро Маня погружается в революционную движуху. Это у нас самый конец 19 века. Революционная жизнь в Минске, как и во многих других городах империи, кипит. Появляется множество кружков, обществ, легальных и нелегальных. Больших всероссийских революционных партий еще нет, но здесь, на западе империи, активно действует партия Бунт, с которой Маня, конечно, соприкасается. Мане еще близко знакомится с Григорием Гершуни, молодым фармацевтом, который занимается в Минске организацией работы подпольной бундовской типографии. Позже Григорий Гершуни станет одним из основателей главной оппозиционной российской партии, партии эсеров, социалистов-революционеров. Еще Гершуни станет лидером великой и ужасной боевой организации партии. Еще Маня знакомится в это время с кружком Евгений Гурвич. Евгений Гурвич — марксистка, переводчица работ Маркса, и Евгений Гурвич состоит в партии Бунт. Про партию Бунт я рассказывал в прошлом выпуске. Кстати говоря, именно вот эта Евгения Гурвич как раз именно в это самое время подыскала небольшой домик на окраине Минска, в котором прошел первый учредительный съезд партии РСДРП. Ну, в общем, обо всем этом я тоже рассказывал в прошлом выпуске. И да, в то же самое время начальник Московского охранного отделения Сергей Зубатов внедряет в полиции всякие прогрессивные методы, слежки и анализа. И через полгода после съезда РСДРП вскрывает все это бурлящее подполье, Минское и не только Минское. Арестована вся верхушка Бунта, арестованы все делегаты съезда, арестованы типографии в Бобруйске и Минске, в том числе и Гершуня арестован, который заведует этой типографией в Минске. Кружок Евгений Гурвич тоже разгромлен, множество друзей, знакомых и товарищей Мани оказываются арестованы, и в конце концов она сама тоже попадает под арест. Чтобы мне не повторяться, я вам, помимо предыдущего выпуска, в котором мы рассказываем начало этой истории, так сказать, я вам крайне рекомендую послушать еще выпуск «Закаты империи» из прошлого сезона, конкретно про Сергея Зубатова. Я там подробно весь эпизод рассказываю про этого удивительного полицейского чиновника. Выпуск называется «Монархо-социализм». Но и тут мне надо немного посвятить вас в его идеи. Итак, Сергей Зубатов. Сергей Зубатов в конце 90-х годов XIX века приходит к довольно неожиданному выводу для высокого чина полиции. Выводы такие. Революционеров, оппозиционеров, профсоюзных деятелей и разных там активистов не надо сажать в тюрьмы и ссылать в Сибирь. А в особенности с молодыми нельзя так поступать. Этим можно только сыграть на руку революции. Вот да, например, если молодой человек, такой, например, как Маня Вильбушевич или Григорий Гершуни, окажутся в тюрьме в их 20 лет, то из тюрьмы они выйдут закоренелыми революционерами без каких-либо других перспектив. Между тем, все эти вот только что арестованные минские активисты по большому счету плохого-то ничего не хотят. Они хотят улучшения жизни рабочих. Ну так и в чем проблема? Российское государство тоже хочет улучшения жизни рабочих. А кто этого не хочет? И то, что эту идею озвучивает крупный полицейский чиновник, довольно неожиданно для арестованных. Они привыкли, что российское государство прямолинейно и жестоко. Вы наши враги, мы будем вас давить. А Зубатов, он свободно ориентируется в социалистической литературе. Он цитирует Маркса и даже знает его критику. И говорит, ну вот вы почитайте других социалистов, которые с Марксом не согласны, я вот вам книжку принес. Зубатов, например, не хочет ломать жизнь Гершуни и убеждает его подписать бумагу, в которой Гершуни пишет, что он не хотел революции, просто был доведен до отчаяния, притеснением евреев, и вот поэтому решился на протестную деятельность. Гершуни этот документ подписывает, и Зубатов его просто отпускает. Что именно говорил Зубатов Мане, мы не знаем, потому что свидетельства документов не осталось, но мы знаем, что Зубатов говорил обычно, то есть какие у него были взгляды. Революция, считает Зубатов, нужна только для того, чтобы поменять одних людей наверху на других. Ну вот вместо царя будут социалисты. При этом в процессе революции простой народ только пострадает, и смысла в этом никакого нет. Нет же смысла в том, чтобы просто одно начальство сменить на другое. Смысл есть в том, чтобы защищать угнетенных людей. Да, рабочих, и, да, евреев. Надо создавать профсоюзы и разные общества. Надо устраивать забастовки, потому что только в борьбе можно завоевать свои права. Надо ходить на демонстрации, и надо принуждать капиталистов улучшать жизнь рабочих. Это мысли полицейского чина Сергея Зубатова. Если помните, то в прошлом выпуске я вам приводил слова отца партии Бунт, Аарона Кремера. И Кремер говорил, цитирую, «Если бы капитализм мог постоянно удовлетворять рабочего в его ежедневных потребностях, то рабочие не видели бы несправедливости капитализма и не стали бы объединяться для борьбы». «Ну так давайте удовлетворим рабочего», как бы говорит Зубатов, «в интересах царя сделать так, чтобы несправедливости в стране не было и чтобы и евреи, и рабочие жили в достатке. Мы просто не хотим революции». Больше того, говорит Зубатов, если мы хотим помогать рабочему движению, то Российской империи, очевидно, нужно здоровое, но нереволюционное рабочее движение. Если появится такая партия или вот такой профсоюз, который будет поддерживать рабочих, но не будет выступать за революцию, то мы со своей стороны такие профсоюзы будем поддерживать. А теперь представь, Маня, как бы говорит Сергей Зубатов, сколько всего хорошего ты можешь сделать для народа. Ты такая молодая, увлеченная, искренняя, и причем еще с нашими ресурсами и с нашей поддержкой». И Сергей Зубатов совершенно очаровал молоденькую Маню Вильбушевич. Если Гершуня был отпущен просто на все четыре стороны, то Маня соглашается сотрудничать с Сергеем Зубатовым и царской охранкой. Маня будет создавать под эгидой Министерства внутренних дел профсоюзы и партии на западе империи. Ее отпускают, и она едет домой в Беларусь. Дома она встречается со знакомыми и друзьями обнаруживает, что все активисты в страшном раздрае. Все, что они так долго строили, кажется разрушенным. Многие после арестов просто разочарованы и больше не хотят заниматься общественной деятельностью. Другие испуганы. Третьи ищут предателей. Кто-то думает, что Зубатова можно использовать в своих целях. И при этом представьте, что думают подпольщики, которых не арестовали, про возвращающихся от Зубатова освобожденных революционеров. Чуть-то у нас полиция так легко их отпускает. Это на полицию совсем не похоже. Окей, все говорят, что Зубатов неординарный полицейский. Но кто-то же из отпущенных точно должен быть завербован. Но кто именно? Непонятно. И поэтому под подозрением все. В общем, атмосферка так себе. Маня Вельбушевич встречается с Гершуни, и они говорят очень откровенно. Маня прямо в восхищении от идей Зубатова и очень хочет поскорее приняться за новую работу. Но Гершуни, ее друг, старается ее переубедить. Он считает Маню человеком искренним и ценным, но ему кажется, что Маня просто свихнулась. И когда она спрашивает, а почему же тогда сам Гершуни пошел на поводу у Зубатова, согласился с ним, подписал бумагу и вышел на свободу, то Гершуни говорит, что он никогда не был искренним с полицией, что он будет стараться просто использовать Зубатова и все, что Зубатов может предложить, но работать на него не будет ни за что. Больше того, Гершуни считает, что пора расширять деятельность, уезжать из Минска, ехать по всем российским губерниям и объединять разрозненные революционные кружки в мощную подпольную всероссийскую партию. В общем, ни Маня не убедила Гершуни в своей правоте, ни Гершуни Маню. Их пути разошлись, Гершуни ушел в подполье, и еще через год его руками будет создана партия социалистов-революционеров, а Маня, в свою очередь, прилежно передала Зубатову их разговоры и то, что на Гершуни больше рассчитывать нельзя. Маня остается в Минске, и пока она все больше и больше разговаривает, общается со всеми старыми знакомыми, она все больше сомневается и все больше разочаровывается в Зубатове. Потому что она начинает понимать, что Зубатов оказался гораздо хитрее, чем казался, и не все ей говорил прямо и откровенно. Что всех, кто попадал ему в руки, он обрабатывал по-разному, всем говорил разные вещи, и больше того, одним людям передавал суть своих разговоров с другими, и кажется не всегда откровенно. В итоге все, кто прошел через руки Зубатова, страшно рассорились друг с другом, и к тому же, да, никто не знает, кому из старых товарищей можно доверять, а кому нельзя. Но Маня-то согласилась работать на Зубатова не из корысти или страха. Она ему поверила, она согласилась с его идеями, она доверилась ему, но чем дальше, тем больше ей кажется, что ей просто воспользовались. И тогда она пишет Зубатову максимально прямое и откровенное письмо, в котором даже в одном месте признается о своих мыслях убить Зубатова. Если все ваши разговоры о царе, боге, душе, ловкое средство получить экзальтированную девушку в помощнице для того, чтобы вам подняться на высшую ступень власти, то это уже слишком тяжело. Теперь я прошу вас ответить мне. Самое разумное, что вы можете сделать, это сказать всю-всю правду. Я поверю вам. Мне нужно знать, что делать, в какую сторону повернуть. Вы правду скажите. Со мной играть нельзя, за это приходится тяжело расплачиваться. Я верю вам и жду письма. Зубатов пишет длиннющий ответ немедленно. Его письмо не сохранилось, но сохранился ответ Мане, в котором чувствуется большое облегчение. Она пишет, что сама от своих слов не отказывается, что хочет работать и что просто подозревала самого Зубатова в неискренности. Но она все же считает, что путь легального рабочего движения единственно верный. Что касается самой работы, вы, как человек, для меня безразличны. Вы можете быть и будете великим двигателем рабочего движения, но не будь вас, оно все равно должно пойти по новому мирному пути. Но я с вами связан другими нитями. Быть предателем. Тут Маня, очевидно, имеет в виду саму себя. Быть предателем честный человек может только тогда, если он предает в руки честного человека. А потому мне ваша дружба дороже всего в мире. Если я вам своим письмом доставила тяжелые минуты, то верьте мне, я искупила их старицы такими нравственными муками, которые граничат с умопомешательством. Но это прошло. Так должно было быть. Этот дьявол искушал мою веру, и вера победила. Я снова ваша. Поговорим о деле. Да, поговорим о деле. Но прежде чем поговорить о деле, мы вместе с партнером подкаста с книжным сервисом BookMate порекомендуем вам не случайную книгу. Это роман израильского писателя Амоса Оза, одного из главных мировых писателей. Его имя постоянно появляется в списках возможных номинантов на Нобелевскую премию. А книга, которую я вам хочу порекомендовать сегодня, называется «Иуда». А в оригинале даже еще прямее. «Евангелие от Иуды». История эта происходит в 60-е годы XX века в Иерусалиме, который разделен стеной между арабами и евреями. И в этой истории молодой, добродушный, немного безалаберный студент нанимается на странную работу к старику. Он то ли его помощник, то ли просто слушатель его разговоров на зарплате, а разговоры эти идут ни много ни мало об Иуде. Маня Вельбушевич говорила, что предателем честный человек может быть только тогда, когда предает в руки честного человека. А Иуда – это, я думаю, самый известный предатель в мировой истории. Булгаков убил Иуду в Гефсиманском саду. У Стругацких Иуда предал Христа по собственной просьбе Христа. А вот у Амоса Оза Иуда появляется в какой-то момент собственной персоной и рассказывает историю своего предательства сам. И непонятно, можно ли назвать это предательством на самом деле. Ссылку на книгу в книжном сервисе BookMate мы оставим в описании этого выпуска. В BookMate можно начать читать книгу на телефоне, продолжить на компьютере, читать в онлайне, не в оффлайне, а чем больше вы будете читать и слушать, тем точнее будут работать персональные рекомендации, которые предложат вам то, что вам точно понравится. Если у вас еще нет BookMate и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook. А если вы из Беларуси, то промокод BookMateRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в BookMate бесплатно в течение 45 дней, но активировать промокоды нужно до 30 июня. Все ссылки в описании этого выпуска. Итак, Маня принялась за дело и начала с родного Гродно. И принялась она за дело с огромной энергией. Она начинает убеждать местных рабочих отказываться от громких политических требований и сосредотачиваться чисто на решении проблем рабочих и евреев. В Гродно фамилия Зубатова особо никому не была известна. Никто об оригинальных взглядах начальника московского охранного отделения не знал. И Маня удается объединить рабочих в кружки и даже проводить демонстрации, которые, по указанию из Москвы, не встречают противодействия полиции. А рабочие евреи, в свою очередь, видя, что им не препятствуют, все больше доверяют Мане и все меньше хотят связываться с революционерами. Тем временем Зубатов едет в Петербург и со своей стороны пробивает создание легальных рабочих союзов, потому что пока что все это самодеятельность, причем, строго говоря, нелегальная. Он пишет целую докладную записку с такими вот словами. Революционеры боятся инициативы правительства в деле улучшения бытовой жизни рабочего. Такая политика оставляет революционный штаб без армии и борьба с правительством становится физически невозможной. Едва ли подлежит сомнению положение, что экономика и полиция для рабочего человека гораздо существеннее всяких основ политики. Удовлетворите их потребности в этом отношении, и они не только не полезут в политику, а и выдадут вам всех интеллигентов поголовно. Больше того, Зубатов говорит, что и на забастовки рабочих надо смотреть сквозь пальцы, если в этих забастовках нет уголовщины и политики, и что наоборот помогает таким вот легальным профсоюзам, привлекает туда для выступления деятелей культуры, всяких лекторов, позволяя им печатать газеты и брошюры, удастся в результате из-за всего этого вырвать рабочую еврейскую среду из лап революционеров. И он, в числе прочего, хвастает своими успехами в этом деле в Москве и в Гродно и просит карт-бланш, чтобы распространить эту деятельность по всей стране. Одновременно с этим бунт начинает видеть, что рабочие уходят из их партии и все больше и больше присоединяются к обществам, которые создают Манни Вильбушевич и ее товарищи, потому что у нее уже появились товарищи. А Манни Вильбушевич со своей стороны требует у Зубатова все больше свободы. И Зубатов, конечно, за, но местная полиция вообще-то говоря московскому начальству подчиняться не обязана. Столица-то Петербург, а в Петербурге пока что раздумывают. С одной стороны, начальнику Зубатова, то есть министру внутренних дел, нравится, как все развивается в Гродно и Минске, потому что Манни уже действует и в Минске тоже. С другой стороны, легализовывать профсоюзы они не хотят, ну потому что мало ли что потом из этого вырастет по всей стране, хочется, знаете, держать все под контролем. Так что пока что все это работает в ручном режиме. Манни пишут в Москву Зубатову разные просьбы, Зубатов их пробивает в Питере, а из Питера уже спускают указания в Гродно и в Минск. Но даже так Бунт начинает серьезно терять позиции. Помните же, из прошлого выпуска вся стратегия Бунта была в том, чтобы помогать рабочим с их экономическими требованиями, а рабочие, когда увидят, что никто их справедливые требования удовлетворять не собирается, сами пойдут свергать царя. А тут Зубатов с Маней прям подсечку им делают. Бунт выпускает официальную декларацию, что рабочие ни в коем случае не должны иметь никаких дел с Зубатовым и его людьми, но к результатам это не приводит. Бунту деятельность Мани Вильбушевича встает прямо как кость поперек горла. Начинается грязная политическая борьба, в которой Бунт потихоньку теряет позиции. И, чувствуя это, все более яростно борется с Зубатовскими людьми. Мани пишет Зубатову. Моя совершенно до сих пор неизвестная тактика чрезвычайно скоро заставила о себе говорить. Интеллигенты оппозиции взбеленились и стали пускать самые недобросовестные и смешные сплетни вроде того, что между мною и вами было нечто вроде любовной связи и тому подобное. Несмотря на это, на моей стороне все больше и больше народу. Кстати, а что там насчет любовной связи Мани Вильбушевич и начальника московского охранного отделения Сергея Зубатова? Андрей, ты же вроде как в самом начале сказал, что она у них была. Нет, подождите-ка, я так не говорил. Я сказал, что есть такое мнение у историка-мучника. Я, так сказать, воспользовался вашей чистотой и даже доверчивостью. Прямо как Зубатов. Ну, не в первый раз я так делаю, давайте будем честными. На самом деле, даже не один мучник говорит о любви между полицейским чиновником Зубатовым и Маней Вильбушевич. Эта история часто встречается, но и звучит-то, конечно, максимально романтично. Что может быть более волнующее? Юная революционерка и сорокалетний начальник охранки, стихи и проза, лед и пламень. Больше того, многие современники Мани были просто убеждены, что эта связь была. Проблема в том, что никаких доказаний ожидательств того, что у них что-то было, нет. Ну, то есть, у нас есть письма Мани к Зубатову, они опубликованы, и там нет никаких признаний в любви. Наоборот, она называет все эти вот спекуляции про любовную связь недобросовестными и смешными сплетнями. Единственное, что как-то похоже на сильные чувства, это та самая цитата, которую я вам рассказывал в самом начале этого выпуска. Вот такое обращение Мани к Зубатову. Вы хорошо знаете, почему я пошла по этому пути. Конечно, ни мотивов, которые меня побудили, ни цели, которых я дождалась при этом, никто не узнает. Можно ли по этому единственному сообщению сделать вывод, что Маня была влюблена в Зубатова? Ну, скажем, это довольно смело. Маня и в переписке, и в воспоминаниях всегда предстоит такой очень горячий, очень искренний. Ну, она даже сама себя называет экзальтированной. Даже советские историки, которые очень предвзяты к Зубатову, писали про Маню, что Маня была искренней его помощницей и верила просто в его идеи. Но сделать из этого вывод о том, что она была в него влюблена... Давайте просто посмотрим мы сейчас из того времени. Маня предстает довольно исключительно особой. Она деятельная и энергичная женщина. Она лидер рабочего движения. Она ведет за собой мужчин в то время, когда это вообще-то не норма. Мир тогда очень патриархальный. Она вне всяких сомнений выдающийся человек и женщина. Ну и типа а как так может получиться, что женщина настолько вписывается в политическую борьбу? Что это? По своей собственной воле она это делает? Ну, камон! Да она просто влюбилась в Зубатова, а тот ей манипулирует. Ну а как иначе-то может быть? Мы-то знаем, как мир устроен. Не может же женщина сама по себе что-то там сделать существенное? Представить, что женщина может обладать собственной волей, а уж тем более политической волей, это очень непривычно для людей того времени. Ну и поэтому они придумывают всякие объяснения. но конечно чтобы женщине быть политическим лидером совершенно необязательно делать это из любви к мужчине. Больше того, Маня Вильбушевич в дальнейшей своей истории сделает очень много крутых вещей. Вы еще удивитесь, каких? И Зубатов к этим вещам уже не будет иметь никакого отношения. Тем временем дело у Мани расширяется. Во-первых, собирается крупная команда, в основном из бывших бундовцев, конечно, которые не согласны с политизацией и революционностью Бунда. Во-вторых, Мани постоянно сдает Зубатову разных перспективных молодых революционеров, чтобы их арестовали, чтобы они попали к Зубатову и чтобы тот их обработал, как он один это умеет, и чтобы дальше эти революционеры шли к Мане. Но Мани Вильбушевич недостаточно масштабов происходящих событий. Ну окей, митинги полиция не разгоняет, даже в забастовках нам содействует, но мы хотим собраний, лекций, организаций чайных, кассов взаимопомощи. Мы хотим легализации. Наконец, летом 1901 года Мани Вильбушевич совершает лавелап и создает с товарищами прямо настоящую партию, независимую рабочую еврейскую партию. К этой партии сразу же начинают присоединяться разные рабочие кружки и профсоюзы. Бунт скрижещет зубами, но сделать ничего не может. Нюанс, правда, состоял в том, что к этому времени Зубатов так и не смог убедить Петербург полностью в своей правоте. И независимая рабочая еврейская партия так и не получила легализации, она была оформлена просто как совещание рабочих. Но партия пользовалась покровительством Зубатова, действовала совершенно открыто и не встречала никакого противодействия со стороны полиции. А еще минское начальство тоже было очень довольны результатами работы Мани. Люди из революционных партий перетекают в контролируемую полицию, куда уж еще лучше. И вот уже начальник губернского жандармского управления Минска полковник Николай Васильев обеспечивает полную поддержку еврейской независимой рабочей партии и Мани. Он лично разруливает конфликты между рабочими партийцами и владельцами заводов. В сторону рабочих, понятное дело. Например, во время забастовки минских слесарей, которым начальство пыталось увеличить рабочий день, Васильев вызвал и рабочих и владельцев мастерских в свой кабинет и заявил «Ну да, рабочие не правы, что бросили работу, но и вы, господа, извольте соблюдать законы». И рабочие, видя, что их требования выполняются, не хотят протестовать против правительства и царя. А зачем? В программе независимой партии так и было написано «Партия объединяет для экономической и культурной работы рабочих всяких политических взглядов и совсем без таковых». Независимцы еженедельно устраивают собрания в центре, в громадном зале под названием Париж, открывают чайные, оказывают юридическую помощь рабочим, выпускают бюллетень на ИДИШ раз в две недели и вскоре Минск был полностью в руках Мани. Политическая жизнь при этом была совершенно свободной. Бундовцы регулярно приходили на эти собрания с критикой и распространяли листовки против Мани, Зубатовцев и их независимой партии. И бундовцев по прямой просьбе Мани не арестовывали тогда. То, что никого не арестовали, большая мне помощь. Аресты были бы на пользу только Бунду, который мечтает о них. Очень скоро независимая партия вышла за пределы Минска. Открывались отделения почти во всех крупных городах, где жили евреи в империи. В Вобруйске, в Гродно, в Одессе, в Николаеве не везде все проходило гладко. Например, в Киеве местные власти не очень симпатизировали Зубатову и не дали ему развернуться. В Вильне, на которую Маня сильно рассчитывала, тоже были проблемы. Во-первых, в Вильне влияние Бунда было сильнее всего. Ну, это бундовская столица, оттуда все началось. А еще тут, в Вильне. Совсем недавно местный губернатор Виктор фон Валь приказал разогнать первомайскую демонстрацию. Задержанных пароли розгами и местный еврей Гирш Леккерт после этого попытался убить губернатора. И Леккерт был повешен за это. В такой атмосфере революционеры из Бунда имели гораздо больший успех. Независимцев Мани клеймили предателями и пособниками режима. Не стоит думать, что политическая профсоюзная борьба ограничивалась оскорблениями. Вот что писал один из лидеров независимой партии Александр Черемиский про дела в Вильне. Несколько дней назад еврейский рабочий, приехавший из другого города, получил три ножевые раны в голову. Потому что не зная местных правил, он согласился работать на фабрике дольше, чем ему полагалось. Только здесь я понял, какой важный луч надежды вносит наша партия. О, как я мечтаю отомстить этим типам. Бунт не соперник, не конкурент, а наш враг. В мае 1902 года Маня Вильбушевич поехала в Петербург, где она была представлена министру внутренних дел Вячеславу фон Плеве и сделала ему доклад о деятельности партии. Ее успехи и успехи самого Зубатова в Москве привели к тому, что эти вот эксперименты с рабочим движением решили расширять по всей стране. И именно так в столице, в Санкт-Петербурге и появилось крупнейшее в империи рабочее общество под руководством священника Георгия Гапона. То самое общество. Сам же Зубатов получает повышение и переводится в столицу, в Петербург. Повышение это, конечно, хорошо, но только Зубатов все равно не до конца раб. Его идеи продвигаются, но не как часть официальной политики, а все еще как эксперименты. Еврейская независимая рабочая партия, несмотря на все успехи по борьбе с революционерами, так и не легализована. Им не разрешают даже печатать свою газету, тогда как конкуренты из Бунда выпускают аж восемь подпольных газет, просто потому, что печатают их без разрешения. Зубатов писал «Жандармы все портят, а потом нам придется снова биться головой о стенку в поисках новых решений. Рабочие слишком темны, интеллигенция не может этого понять, а если и поймет, то это ей не понравится, потому что тогда в ее распоряжении не останется нужного для нее инструмента для борьбы за политические проблемы мирового масштаба. Правительство, его деятельность носят строго пассивный характер». А Маня двигается все дальше. Она в дополнение к борьбе за экономические права рабочих приходит к идеям сионизма, то есть к идеям своего отца. Что такое сионизм? Сионизм, по большому счету, это такой стандартный европейский национализм. Ну, то есть в это самое время во многих странах в Европе происходят похожие процессы. Да, вот, например, на территории Беларуси появляются группы национальной белорусской интеллигенции, которые заявляют о своих правах, о том, что они отличаются от окружающих народов, что они имеют свою особенную культуру и язык и должны иметь права. И вот эти все течения белорусов, украинцев, чехов, словаков стремятся к культурной и политической автономии, а в идеале к созданию своего государства на землях предков. То же самое абсолютно происходит у евреев, но с двумя большими особенностями. Во-первых, у евреев нет своей исторической земли в Европе, они везде чужие. И сионисты решают, что евреям в идеале нужно свое государство, но не в Европе. А в Палестине варится Сраэль, на древней родине их предков. А Палестина сейчас находится в составе Османской империи. И действительно, многие евреи едут туда, покупают землю, как, собственно, братья Мани. Вторая особенность это язык, потому что у евреев есть как минимум два языка. На древнем иврите вообще никто не говорит в быту в то время, это язык молитв и священных книг. Евреи на востоке Европы говорят на Идише, а на западе и в северной Африке на Ладина. Так вот, сионисты решают еще, что надо возродить иврит. Сделать его разговорным языком всех евреев. Главный активист возрождения иврита Элеезер Бен Ягуда он родился, между прочим, тоже в Вильне в Российской империи. Так вот, Мани считает, что сионизм будет политически выгоден всему их движению. Не потому, что всем надо уезжать в Палестину, а потому, что это объединяющая всех евреев идея, объясняющая, кто они вообще такие и создающая общие ценности. И что важно, эта идея противоположная идея бунтовцев. Бунт антисионисты. Бунтовцы считают, что родина евреев тут, в Белоруссии, в Литве, в Польше, в Украине, вообще везде, где живут евреи веками. Никуда уезжать не надо, это бред какой-то. Придумывать новый язык тоже не надо. Есть идиш, мы на нем разговариваем. Получается, что бунт это подпольщики, марксисты, революционеры, атеисты и интернационалисты. А независимая рабочая партия противоположная, полулегальная, революции не хочет, про религиозный яд не говорят, и они еще националисты, в смысле сионисты. Итак, сионизм через маню пришел к Зубатову, и Зубатов, прикиньте, в 1902 году пробил легализацию сионистской организации и даже проведение легального всероссийского сионистского съезда в Минске. Это в Российской империи-то, где евреи считали самым вредным народом и были дискриминированы сильнее всех прочих. И это при том, что российское правительство в принципе не любило разрешать никакие крупные общественные съезды, а тут еще и еврейский. Маня Вильбушевич, конечно, одна из активных организаторов этого съезда и пишет отчет у Зубатову. А точка зрения Зубатова, которая передалась и правительству, такая. Если евреи будут заниматься сионизмом, то они не будут заниматься революцией. Ну и плюс к этому опять же бунду под Насрем, а если евреи уезжают из России в Палестину, ну так и слава богу. Маня писала Зубатову. Сионистское движение в Минске стало могучим. Это влияние съезда. Теперь наступает уже реакция. Бундовская литература стала снова облаивать сионизм. Ну что, все, кажется, идет круто, да? В конце 1902 года Маня Вильбушевич отправилась в Одессу, чтобы помочь там развить отделение партии очередное. Одесса – это крупный портовый город внутри черты оседлости. Рабочих евреев там очень много, но много еще и неевреев, так что местное отделение партии тут стояло особняком. В независимой рабочей еврейской партии в Одесском отделении как неудивительно было много неевреев. Начальник Одесского охранного отделения с беспокойством пишет в Петербург о том, что в Одессе поселилась Вильбушевич, на что ему отвечает сам директор департамента полиции Алексей Лопухин. «Деятельность Вильбушевич мне лично известна. Окажите Вильбушевич в случае надобности полное содействие». И прямо на средства охранного отделения были сняты помещения, где ежедневно устраивались собрания рабочих. К апрелю были созданы новые профсоюзы машиностроительных и механических рабочих, матросов, кочегаров, пекарей. Дело росло и ширилось. Но в апреле 1903 года произошли события, которые сильно подорвали веру Мани в то, что в Российской империи евреи смогут жить свободно. События эти развивались так. В феврале 1903 года относительно недалеко от Одессы под Кишиневом был убит подросток. Местная черносотенная газета обвинила евреев в том, что это они его убили в ритуальных целях своих. В конце Великого поста пошли слухи, что царь разрешил на Пасху побить евреев. На улицах появились листовки с призывами к расправам. В день Пасхи в Кишиневе произошли первые стычки. Полиция арестовала несколько зачинщиков беспорядков, но на следующий день из-под Кишинева прибыли в город новые люди, которые жаждали крови. Евреи в свою очередь организовали самооборону, а местные власти правильно полностью устранились. В центре Кишинева начались бои с огнестрельным оружием, но в основном люди дрались палками и разным инвентарем. Силы, конечно, были неравны. Дома и лавки евреев начали разрушать и поджигать, насиловать женщин и убивать мужчин и детей. В результате погибло около 50 человек, около полутысячи ранено и повреждено около трети всех домов в городе. Никто из городского начальства наказан не был. Кишиневский погром стал одним из самых известных в истории. И после этого эмиграция евреев из Российской империи куда угодно в США, в Европу, в Палестину приобрела просто огромные масштабы. Очень сложно в такой ситуации продолжать работать на это правительство и считать, что ты поступаешь правильно, еще и других за это агитировать. А одновременно с погромом независимая еврейская рабочая партия начинает в Одессе забастовку на чугунно-литейном заводе. И забастовка эта скоро выходит из-под контроля. В начале лета к металлургам начали присоединяться разные фабрики и к середине лета в Одессе не работали все заводы, а остановились все типографии газет, почта, железная дорога и электростанция. Независимовцы Маню Вильбушевич и сами, суть по всему, не ожидали таких масштабов. Они выступают на митингах и стараются не превратить забастовку в антиправительственные протесты. Как вы понимаете, получается у них плохо, да? Сложно объяснить рабочим и грузчикам, типа вот досюда мы бастуем, а вот туда дальше мы уже не лезем. Тем более, что конкуренты из Бунда и других социалистических партий никаких ограничений не имеют. Тем более, что только что в Кишиневе просто убивали палками евреев, а начальство на это смотрело сквозь пальцы. В июле одесская стачка была подавлена войсками. Никакие требования рабочих выполнены не были. Но самое плохое для Мани было то, что в Петербурге отношение к независимой еврейской рабочей партии после этих событий поменялось. Вы, господин Зубатов, говорили нам, что делаете все это для предотвращения революции. Ну, давайте посмотрим, что благодаря вашей деятельности произошло в Одессе. Вы что, такого в Петербурге хотите? Да вы сами, Сергей Васильевич Зубатов, революционер. Зубатова вызвал на ковер министра внутренних дел Вячеслав фон Плеве. Устроил ему выволочку. На выволочке присутствовал сам министр Зубатов, а также третий человек, тот самый губернатор Вильны фон Валь, которого чуть не убил еврей-революционер. Помните, я упоминал чуть раньше его. В результате Зубатов был уволен со всех постов, выслан в Москву и за ним даже было установлено наблюдение. И все это очень плохие новости для еврейской независимой рабочей партии и для Мани Вильбушевич лично. Еврейская независимая рабочая партия самораспустилась. Ну, по крайней мере, так было указано в официальном заявлении партии. В этом заявлении было сказано, что, во-первых, власти выпустили секретный антисионистский циркуляр, а мы же сионисты, да? А во-вторых, и в главных, еврейская партия никогда не стремилась быть единственной рабочей партией в России. И в условиях, когда масштабного русского рабочего движения текст так было написано, и в условиях, когда масштабного русского рабочего движения в России нет, было бы нелогично иметь только одну рабочую партию, чисто еврейскую. Казалось бы, это заявление довольно странное, но причина-то остановки работы именно в том, что Мани Вильбушевич и ее сторонники поняли, что, несмотря на непрерывный лоббизм Зубатова, правительство в России не собирается легализовывать профсоюзы и помогать рабочим. А с точки зрения других социалистов, и Маня, и ее сторонники были просто предателями рабочего класса. Ну и, конечно, Кишиневский погром тоже очень сильно повлиял на Маню. И Зубатова теперь тоже нет. Маня после распуска партии поехала в Европу, но она не собиралась опускать руки. Она теперь готовит покушение на министра внутренних дел Вячеслава фон Плеле, который не дал рабочему движению разрастись, который уволил Зубатова и который покрывал Кишиневскую администрацию. Таким образом, Маня отказалась от идеи легального протеста и пришла к идеям своего друга Григория Гершуни, который к этому моменту уже стал террористом номер один в Российской империи, организовал убийство предыдущего министра внутренних дел и уфимского губернатора, и еще покушение на харьковского губернатора. И Гершуни, кстати говоря, за все эти дела уже был арестован к этому моменту, но руководство над боевой организацией взял его ближайший товарищ и по совместительству агент полиции Евно Азов. И, по одной из версий, именно Евно Азов, узнав о том, что Маня Вильбушевич готовит покушение на министра полиции ее планы. Из этого покушения ничего не вышло. Впрочем, Евно Азов чуть позже сам организовал убийство фон Плеве. Типа, мем, ты не сможешь его убить. Почему? Я убью его сам. Так или иначе, покушение, которое готовила Маня, сорвалось, исполнитель в России был арестован. Маня в это время жила в Берлине, и там же в это время жил один из ее родных братьев, Гедальяху. И брат уговаривал Маню бросить к черту эту борьбу с царским режимом и эмигрировать в Палестину. Но Маня не собиралась сдаваться. И тогда Гедальяху подговорил еще одного брата Нахума, который в то время жил в Хайфе, то есть уже в Палестине. И Нахум прислал письмо в Берлин Мане о том, что он тяжело болен и нуждается в помощи. И тогда Маня поехала в Палестину. Правда о том, что Нахум здоров, конечно, сразу же раскрылась, но Маня осталась в Палестине на некоторое время. Ну, как ей сначала казалось. Она еще несколько раз будет приезжать в Россию, но центр ее жизни с тех пор будет в Палестине и в Израиле. Маня была совершенно не из тех людей, которые могут сидеть без дела, и она сделала в Палестине очень-очень много. В современном Израиле есть десятки улиц, названных в ее честь. Она часть легендарной истории этого государства. И помнит ее в Израиле вовсе не за то, что она боролась за права евреев в Российской империи. Во-первых, Маня стала одним из главных идеологов кибуцного движения. Кибуцы — это буквально основа государства Израиль. Это такие социалистические коллективные агрохозяйства. Ну, то есть, это примерно похоже на советские колхозы, но только кибуцы были добровольные и эффективные экономически. И эти кибуцы очень-очень социалистические. Вплоть до того, что в некоторых первых кибуцах дети воспитывались отдельно от родителей в общественных яслях. И да, Маня Вильбушевич реально один из главных идеологов и создателей этого движения. Ну, неудивительно, она закаленная социалистка же. Еще Маня ездила в Европу на переговоры с бароном Ротшильдом и просила его о финансировании. И на деньги Ротшильда именно она с двумя своими ближайшими товарищами создала одну из первых организаций еврейской самообороны. Военизированного такого подразделения. Маня хорошо понимала после погромов в Российской империи, что евреям нужно уметь защищать себя самим, если они хотят выжить в недружелюбной среде. И вот за одного из товарищей, с которым она создала эту военную организацию, она вышла замуж и получила имя, под которым она и знаменита в Израиле. Маня Шахат. А военная организация Хашамер, которую она создала, преобразовалась в двадцатые годы в военную организацию Хагана, которая, в свою очередь, после объявления независимости Израиля, превратилась в Цахал, то есть в армию обороны Израиля. То есть Маня Шахат, помимо того, что стала основательницей тибуцного движения, еще и стояла у истоков создания армии Израиля. Она умерла в 1961 году и на ее похоронах присутствовал тогдашний президент Израиля Ицхак Бен Цви и премьер-министр и, фактически, основатель государства Израиль Давид Бен-Гурион. В 20-е годы 20-го века в Палестину приезжал один из самых главных российских революционеров Виктор Чернов. Он лидер партии социалистов-революционеров. Бывший к тому моменту уже партии социалистов-революционеров. Чернов смог встретиться с Маней и вот что он вспоминал. «Передо мною была худощавая, строгая и хмурая женщина, на черты лица которой пала тень горькой жизненной скорби, а бесчисленные разочарования врезались глубокими морщинами. Она не любила слов и бежала отравленных воспоминаний. Базой ее палестинской работы были кибуцы Крайнего Севера, далеко выдвинутые вперед аванпосты, где жизнь особенно проста и сурова, где ежедневная опасность превратилась в привычную мелочь быта. Видно было, что прошлое для нее умерло. Я все-таки рискнул мельком обронить имя Гершуни и заметил, как лицо ее вдруг осветилось мимолетной улыбкой, скорбной, болезненной и все же внезапно смягчившей черты ее сурового лица. Рубрика «Чтобы послушать дальше». Вместе с «Беларусподкастхаб» мы вам продолжаем рекомендовать подкасты про Беларусь, сделанные белорусами. И сегодняшняя рекомендация – это односезонный русскоязычный исторический подкаст «История в центре» про историю элитной недвижимости в Минске. Начните слушать с первого выпуска. Там про доходные дома и про то, как и где жил средний класс и элита до революции. А дальше там пойдут выпуски про советский период, про то, как менялся облик Минска после войны и развала Союза. Ссылка на этот подкаст в описании. С вами был Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Этот выпуск вместе со мною для вас готовили. Редактор – Катерина Серебренникова, фактчек – Евгений Луферчик, работа со звуком – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Арина Левицкая и Гульнара Делекторская, продюсерка – Маша Агличева. Приходите ко мне на лекции, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, Бусти, Патреон и «Либо-либо плюс» в Apple подкастах и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин